Привет, YouTube! С вами Павел, и сегодня у меня на обзоре мини-наборчик по Star Wars Micro Fighters под артиклем 75295. Это маленький наборчик Сокол Тысячелетия 8 серии с Ханом Соло. Пока еще это актуальный наборчик, и по акции его можно взять чуть более чем за 500 рублей. Ну что же, давайте начнем традиционно с инструкции. Инструкция здесь небольшая по размеру коробки, главное, что она не сложена вдвое. На удивление, несмотря на то, что этот набор состоит всего из 100 деталей, инструкция все-таки не такая уж и маленькая. Понятное дело, что раз это маленький набор, в большинстве случаев рассчитан на мелких детей, поэтому инструкция крайне подробная, и Сокол Тысячелетия из 100 деталей собирается за 37 страниц. В конце инструкции небольшая рекламка актуальных наборов, которые можно купить. Кстати, вот такой у меня уже есть, обзор на него будет. Ну и в конце традиционно список всех деталей. Кстати, еще один положительный момент, что в этом наборе очень много запасных деталей, так как он собирается из большинства деталей на один на один. То есть у нас здесь такие глазки, такие глазки, такие, такие тайлики и тому подобное. Такие, и отлично, что вот этот, по идее, используется один, но их у нас два. То есть мы можем симметрично сделать фары, если будем использовать эти глазки в дальнейшем. На удивление, на коробочке этот набор смотрится как-то, ну кажется, что он вообще очень маленький. Там буквально из 20 деталей состоит. То есть я все никак не могу привыкнуть, что в LEGO самые маленькие наборы сейчас это все равно какая-то сборка. Я не говорю, конечно, про полибэги, а про картонные наборы в рознице. То есть я привык, что раньше маленькие наборы были вот такого размера, а то еще меньше. И там было 29-30 деталей, буквально из 5 деталей собирался джип, катер, самолет, вертолет и тому подобное. И здесь, несмотря на то, что это опять-таки самый маленький набор, он собирается достаточно плотно и интересно. Я немножко был удивлен, когда собирал его, так как на, опять же, фотографии не особо разглядывал его. Как бы вижу, ну маленький сокол тысячелетия, микрофайтерс. А тут смотрите, то есть здесь у нас есть детали подушек, детали крыльев. Жалко, что они, конечно, не очень симметричные, так как у нас два крыла вот таких, здесь третий, а здесь уже пол крыла используется. Соответственно, два вот таких круга. В общем, по деталям набор очень интересный, а также по запасным деталям. То есть вот эти прозрачные 1х2 пина, достаточно редкие детали, на том же бриклинке они порядком стоят. Что касается мини-фигурки, то здесь у нас ничего особенного. Довольно симпатичный Ханс Соло. Соответственно, у него два фейса. Задняя не очень довольная и передняя такая игривая, улыбчивая. А в комплекте у нас идет пистолетик. Цвет кожи здесь естественный. Соответственно, хорошее качество принтов спереди и сзади. И внизу немножко на ногах у нас есть принты в виде каких-то ремней. Кроме двух стоп-шутеров никаких игровых функций, по идее, в этом наборе нет. Одна у нас принтованная деталь в виде вот этой кабины. Не знаю, где ее можно будет использовать, но тем не менее она у нас есть. Кстати, еще один интересный момент. Если мы отодвинем вот эти двигатели, то мы увидим, что у нас здесь используются голубенькие две детальки. И там также есть другого цвета кубики. То есть, то ли лего недостающие детали так засовывает внутрь подобных наборов и не только таких. Я имею в виду те, которые редко используются. И поскольку они, возможно, всех деталей заказывают условно минимум от миллиона штук, то какие-то, которые реже всего используются, цвета, детали и тому подобное, они пытаются распихивать в другие наборы, чтобы меньше серых уходило и больше ненужных, неиспользуемых деталей. Сейчас я вам более наглядно это покажу на самоделке. Опять-таки, эта самоделка сделана исключительно из одного вот такого набора. Никакие другие детали не использовались. То есть, поскольку это сокол тысячелетия, то я подумал, что собрать нужно какую-то условную интерпретацию сокола. Конечно, это не каноничный сокол, как мы видим, но он немножечко отдает на настоящую птицу. Крылья я здесь специально перевернул, чтобы, во-первых, условно их затайлить, во-вторых, чтобы пушки повесить вот сюда на подкрылке. Также здесь я сделал какие-то условные или перья, или когти на краях. И внизу здесь у нас лапы. Вот, кстати, эти две детальки, которые я говорил, то есть по цвету они здесь не сочетаются. Так же, как и внутри, у нас есть темно-красный, то есть бордовый кубик и кубик 2х3 красного цвета. Также здесь есть вот такие бежевые детали Ten и Dark Ten. То есть здесь мы сразу видим, так сказать, всю подноготную, все внутренности вот этого корабля. Крылья, кстати, у меня подвижные, ну и из игровых функций больше ничего нет. То есть хансола, кабина, глазок. Детали, само собой, держатся слабо, потому что использовал детали из тех, что были. Поэтому играться такой моделью полноценно не получится. Но, в общем, вот такой вот Сокол Тысячелетий 1 и Сокол Тысячелетия 2. Поскольку здесь мало кубиков и каких-то линий, в основном у нас крылья и пластины, поэтому модель получилась достаточно плоская и вот такая, какая получилась. Кстати, детальки из этого набора очень отлично подойдут для создания маленьких самолетиков, возможно, каких-то кораблей, катеров и тому подобное. Что, кстати, еще что касается внешней схожести этой модельки, то она очень хорошая. То есть реально поразительная. Несмотря на то, что в таком маленьком формате сделан этот корабль, ну, мне, честно говоря, он очень понравился. То есть выглядит он прям шикарно. Столько много здесь всяких тайликов, деталек интересных, пинов, которые так или иначе его украшают. И его внешний вид похож даже на более большие и детализированные модели. В общем, здесь я хочу сказать, Лего молодцы. Вы реально постарались, сделали прикольную, интересную модельку. Ну, фигурка, конечно, хорошая. Ну, на этом все, друзья. Если ролик вам понравился, я думаю, вы знаете, что делать. Также скажите ваше мнение по поводу самоделок в конце ролика. Стоит ли вкладывать в видео самоделки, то есть делать просто сугубо обзоры, или же все-таки добавлять самоделки исключительно из этого набора. То есть что можно собрать из вот этого. Ну, на этом все, друзья. Вам спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Пока. Продолжение следует...